Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас именем нашего Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь Всемогущий, Ты помоги нам жить в это сложное время. Мы просим Тебя, Ты веди нас и направляй. Ты защити нас. И если Ты посылаешь нам большие испытания, и сделай так, чтобы они не были больше того, что мы могли выдержать. И помоги нам в этих испытаниях. Мы нуждаемся в Твоей помощи, в Твоей поддержке. Помоги, Господи. Пошли нам радость, пошли веселье в наши сердца, несмотря ни на что. Кто бы знал, что вот так у нас все будет, что мы и до этого времени доживем, никто не знал. Но Ты предупреждал нас в Слове Своем, что так будет. Будут болезни, будут моры по всей земле. И это происходит. И военные действия, и слухи по местам. Все это происходит. Единственное, что мы можем, какой вывод сделать, что это приближение последних времен, о которых Ты предупреждал. Господи, помоги нам, дай нам мудрости, дай нам, мы просим Тебя правильно вести себя в эти последние дни, делать правильные выводы и жить правильно по Слову Твоему, и быть Твоими учениками, и следовать за Тобой. Дай нам сил, дай нам, Господь, эту возможность, чтобы все, все, все исполнилось по воле Твоей, ко славе Твоей, Господи. Просим и молим Тебя, благослови, благослови каждую душу, которая ищет Твоего присутствия, которая желает быть с Тобой. Благослови. И сегодня на этом служении Ты, Ты будь Господином, Ты веди нас, направляй, и давай нам понимать Слово Твое и волю Твою. Ты веди, Господь, и направляй. Ты будь Учителем, Ты будь нашим наставником. По имени Иисуса Христа мы молились. Аминь. Давайте сейчас прославим нашего Господа. Хвалите, хвалите Бога небес, Хвалите, хвалите Бога небес, Хвалите всех, Бог Михаилеет, Хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите, Хвалите Бога небес, Хвалите, Хвалите, Он наш Творец. Хвал precise добраться. Хвалит, хвалите, он наш Творец. Хвалите... Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, Богу хвала. Аллилуйя, Богу хвала. Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, Богу хвала. Богу хвала. Аллилуйя, Богу хвала. Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя. Богу хвала. Богу хвала. Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя. Богу хвала. Богу хвала. Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя. Богу хвала. Богу хвала. Богу хвала. Богу хвала. Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя. Богу хвала. Богу хвала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ассана, будем петь Иисус тебе Ассана, Ассана, ты был распят, но вновь вознес Ассана, Ассана, будем петь Иисус тебе Ассана, Ассана, ты был распят, но вновь вознес Пойду к реке живой воды, где ты омыл грехи мои Милость Божью и любовь мне явил Спаситель мой Поднимусь я из глубин, найду я жизнь в рукам твоих Буду петь, что во Христе, в новой жизни я воскрес Ассана, Ассана, будем петь Иисус тебе Ассана, Ассана, ты был распят, но вновь вознес Ассана, Ассана, будем петь Иисус тебе Ассана, Ассана, ты был распят, но вновь вознес Ассана, Ассана, ты был распят, но вновь вознес Скажет, слабый я силен Скажет, бедный я богат Скажет, вижу тот, кто слеет Все это сделал Бог во мне Я сокрыть в тебе, Бог Вне тебя меня нету А сквозь камни росток Призываемый светом Мой измученный дух Тебя жаждет и алчет Ты придешь ко мне вдруг Быть не может иначе Я дождусь, дотянусь Накричусь до небесного трона О, Иисус, я молюсь Я склонюсь, собери мои стоны Без любви задохнусь И упокну, как рано Но в тебе я прорвусь Прикоснусь с твоим раном Друг по жилам тепло Потечет в мое сердце И смертям всем назло Я тобою воскреснусь О, Иисус, я дождусь, дотянусь Я кричусь до небесного фона О, Иисус, я молюсь Я склонюсь, собери мои стоны Я дождусь, дотянусь Докричусь до небесного трона О, Иисус, я молюсь Я склонюсь, собери мои стоны Я дождусь, дотянусь Я кричусь до небесного трона О, Иисус, я молюсь Я склонюсь, собери мои стоны О, Иисус, я молюсь Я склонюсь, собери мои стоны О, Иисус, я молюсь Я кричусь до небесного фона О, Иисус, я молюсь Я склонюсь, собери мои стоны Я кричусь до небесного фона Я приду И паду И паду И паду Без высокой богатой О, прими Обними Заключи мою душу богатя Заключи мою душу богатя Ну что ж, дорогие друзья, тема сегодняшней проповеди Идеальный человек, идеальный христианин У каждого из нас есть свое понимание идеального человека И также у христиан, и, наверное, не только христиан Есть свое понимание идеального христианина И мы видим, что очень часто Очень сложно быть идеальным человеком И тем более очень сложно быть идеальным христианином Как-то все плохо получается В отношении идеального человека Сложно иметь какое-то руководство Потому что оно разбросано по разным книгам По разным сюжетам И оно формируется, наверное, в каждом народе даже по-своему И поэтому все нации, все народы Они отличаются друг от друга Потому что в них есть разное понимание Хорошего и плохого человека Хороший христианин здесь проще Поскольку есть четкое руководство Это наша книга, Библия И мы, читая Библию, очень четко и быстро Начинаем понимать, что такое идеальный христианин И мы понимаем, что идеальный христианин И является идеальным человеком Или идеальный человек и является идеальным христианином И поэтому для того, чтобы сделать правильные выводы Нужно просто читать Библию Слушать проповеди Рассуждать, размышлять на эту тему И все очень быстро станет понятно Идеальный человек, который не является христианином Да, у него есть отличия от идеального христианина В чем эти главные отличия? В том, что в жизни идеального человека Как мы это понимаем Нет присутствия Бога Бог в нем абсолютно отсутствует Отрицается И люди, считающие себя атеистами и идеальными людьми Ни в коем случае не призывают Бога Не молятся ему И не живут вместе с ним Они его просто отрицают Атеисты Христиане Они, наоборот, призывают Бога Они читают книгу Библию И стараются Кто-то старается Кто-то не старается Исполнять то, что там написано Те рекомендации, которые там написаны И стараются Или не стараются Следовать тому идеалу, который там есть Идеал В Библии Это Бог Бог-Отец Бог-Сын Бог-Дух Святой Это идеал И Сначала кажется, что это недостижимая вещь Но на самом деле Иисус постоянно повторял, что Вы должны быть такими, как Отец Вы должны быть такими, как Я И следовать Нашим рекомендациям Нашим учениям И тогда все будет замечательно И вы будете такими же классными Идеальными И тогда Мы войдем в вас А вы войдете в нас И мы будем пребывать вместе В единстве И тогда это будет Идеальный человек Который одновременно будет Идеальным Богом Ну, так получается Если мы читаем Библию Не верующий человек Но считающий себя идеальным Для него очень сложно Все-таки быть идеальным Он очень часто использует Какие-то другие верования Он использует Традиции Культуру Той страны Того народа В котором он живет И результаты Бывают Прямо скажем Очень разные И очень люди Многие Которые смотрят со стороны Говорят, что Хоть вы считаете себя идеальными Но вы Далеко Не идеальны И опять же А где критерий Идеальности Говорит этот человек Такого критерия нет Это как бы Устное Народное творчество Все эти Понятия Очень размыты И поэтому Ну, как бы Сложно Судить этого человека Сложно Оценивать этого человека Нет Четких критериев Идеальный христианин Мы видим Чем больше мы Вчитываемся в Библию Что Быть идеальным христианином Очень трудно Если мы Читаем О том Каким должен быть Христианин Христианин Идеальный Мы, к сожалению Анализируя себя И окружающих людей Видим, что Мы сильно Отличаемся От этого идеала Мы сильно Отличаемся От Иисуса Христа Мы сильно Отличаемся От идеала Христианина А те люди Которые кричат Что они Идеальные христиане Мы Со стороны Видим, что Это далеко не так Что это Только их вымысел Это только Их собственное мнение Которое Не имеет ничего Общего с действительностью Опять же Даже С той же книгой Которую Они И мы Читаем И что делать В этом случае Человек Назвавший себя Христианином По идее Должен Стать таким Каким он Написан В Библии И поэтому Существует Определенный Сход Правил Поведения Требований Я бы даже Сказал И Люди И люди Пытаются Исполнить Эти требования Но это Очень сложно Это очень Трудно У некоторых Существует Депрессия Некоторые Вообще Говорят А зачем С этим Связываться Это слишком Сложно И Более того Очень многие Люди Которым Рассказывают Если они Не верующие Еще Но им Рассказывают Каким должен Быть Христианин Очень Многие Люди По этой Причине Не становятся Христианами Они Говорят Это Не то Я не хочу Так жить Я не хочу Так поступать Это Не мое Мне это Не нравится И Поэтому Они остаются Атеистами И Поэтому Они Живут Так Как им Кажется Правильным И Вот Здесь Проблема Проблема В том Что Если Люди Не договариваются Как им Жить Вместе И Не И Не Исполняют Этот Договор Отсюда Возникают Конфликты Отсюда Возникает Ад В нашей Жизни Отсюда Возникают Войны Отсюда Преступления Все И И То В результате Как мы Живем Нам Не Нравится И Мы Все Время Это Критикуем Мы Всем Недовольны И Проходят Годы Очень Быстро И Мы В этом Недовольстве Живем И В конце Концов Умираем Это Большинство Людей Живут Именно Так Говорят Я К сожалению Не могу Это Проверить Что В некоторых Странах Скандинавии Северной Европы Ситуация Немножко Обстоит По-другому Там Люди Считают Что Они Счастливы И Живут И Ведут Себя Как Счастливые Люди У них Действительно Нет Войн У них Практически Нет Преступления У них Тюрьмы Похожи На Санаторий Они Заботятся Друг о Друге Государство Заботится О них И Они Говорят Что Они Счастливы Говорят Потому Что К сожалению Я Никогда Не имел Возможности Этого Проверить Почему Они Так Живут И Почему Мы Живем Не Так Но Мне Кажется Что Во-первых Это Все-таки Протестантские Страны Это Страны В которых Главной Религией Является Протестантизм Христианство Протестантизм И Это Учение Оно Не Запрещает Мирские Радости И Оно Не Описывает Бога Как Какого-то Страшного Тирана Который Так И ждет Чтобы Нас Наказать Чтобы Нас Уничтожить И Самое Главное Что Люди Которые Становятся Верующими Они Не бросаются Сразу Прежде всего Исполнять Вот эти Религиозные Требования Жизни И В этом Мне кажется Кроется Основной Секрет Бог Не требует Чтобы Ты Мгновенно Исполнил Все Заповеди Ведь Когда Рождается Маленький Ребенок То Родители Не требуют От него Чтобы Он Не Писался В кровать Не Кричал Не Разбрасывал Игрушки Когда Он Еще Совсем Маленький Ну И Многие Другие Требования Родители Не требуют К исполнению От Ребенка Маленького И Только Постепенно Постепенно Родители Мудрые Родители Мягко Подводят Ребенка К Пониманию Что Нужно Выполнять Определенные Социальные Нормы Нужно Правильно Себя Вести В семье И так Далее И так Далее И Мудрые Родители Постепенно Очень плавно Воспитывают Своих Детей Более Того Если Сами Родители Не Исполняют Тех Правил Которые Они Требуют От Детей Не Кури Не Пей А Сами Курят И Пьют Не Кричи Не Дерись А Сами Дерутся И Не Лги Не Обманывай Хотя Сами И Крадут И Обманывают То Дети Вырастают Соответствующим Образом Они Может быть Хитрят Они Может быть Не Показывают Свои Вот эти Нехорошие Черты Поведения Но Так Себя Ведут Но В семьях Где Родители Действительно Честные Порядочные Хорошие И Дети Шанс Что они Вырастут Такими Очень Высокие Некоторые Говорят Ну как же Так У хороших Родителей Выросли Плохие Тем не Менее Дети Точно Так Говорят Ну как же Так Он Христианин И Так Себя Ужасно Ведет К Сожалению Это Происходит Потому Видимо Что В этих Семьях Нет Честных Правил Честных Поступков И Родители Там Лицемерят Соответственно И Учителя Христиане Тоже Очень Часто Лицемерят Они Не Ведут Себя Так Как Они Учат Их Друзья Христиане Ведут Себя Не Так Как Написано В Библии Все Ведут Себя Не Так Как Положено Но Тем Не Менее Все Друг Друг Поучают Все Знают Как Долж Быть И Это Приводит К Лицемерию Это Приводит К Лжи И Христиане Люди Называющие Себя Христианами Тем Не Менее Ведут Себя Отвратительно Секрет Северо Европейских Стран Видимо В том Что Там Люди Исполняют То Что Они Говорят Они Так Живут Они Не Совершают Преступления Или Очень Минимум То Есть Их Жизнь Их Поведение Не Расходится С Их Словами И Поэтому Люди Попадающие В Эту Атмосферу Начинают Тоже Так же Себя Вести И Дети И Взрослые Так же Себя Начинают Вести И В этом Основной Секрет Но Еще раз Повторяю Откуда Эти Страны Взяли Критерии Поведения Примеры И так далее Из Библии Из Библии И Протестантского Понимания Библии Бога Иисуса Христа И христианской Жизни Вот Это Правильное Отношение К жизни Христианской Которое Было Очень много Веков В этой Стране И Создало Вот эту Правильную Атмосферу И Сейчас Несмотря На То Что Многие Эти Люди Уже Не Так Сильно Веруют В Иисуса Христа По Инерции Находясь В этом Сообществе Ведут Себя Тем не Менее Правильно Как Истинные Христиане И В этом Мне кажется Главный Секрет Что же нам Делать Как же нам Вести Себя Копировать Северных Христиан Я Думаю Что Это Невозможно Для Нас Поэтому Мне кажется Нужно Поступать Так Как Говорит Библия Вот Мы Новообращенные Люди Новообращенные Христиане Что Нам Делать Прежде Всего Нужно Сделать Первый Шаг Это Убедиться Что Бог Есть Для Себя Решить Это Нужно Очень Твердо Я Например Постоянно Просил У Бога Доказательств Что Он Есть Я Ему Сказал Господь Я буду Верить В Тебя Я Буду Действительно Твоим Если Я Буду Уверен Что Ты Есть Потому Что До Этого Меня Учили К сожалению Многим Неправильным Вещам И Я Я Конце Концов Вырос И Понял Что Меня Обманывали И Я Бо Не Хотел Чтобы И В В Моей И В Моих Отношениях И В Моем Понимании Тебя Был Обман Это Будет Очень Страшное Разочарование Я Не Знаю Вообще К Чему Это Все Приведет Поэтому Чтобы Не Было Этого Разочарования Пожалуйста Убеди Меня Докажи Мне Что Ты Есть И Я Постоянно Молился И Просил Господи Исполни Мою Молитву Мою Просьбу Для Укрепления Моей Веры И Я Хочу Сказать Что Бог Оказался Очень Милостивым Ко Удивительным И Он Постоян Б И Я Убедился Что Он Есть Вот Это Был Самый Главный Самый Первый Шаг Я Убедился Что Бог Есть И Когда Я Убедился Что Он Есть Я Сказал Господь А Теперь Пожалуйста Скажи Мне Что Ты Хочешь От Меня Какие Твои Планы На Меня Чего Ты Желаешь Дай Мне Какое Четкое Руководство Я Его Об Это Попросил О Руководстве Я Думал Что Это Будет Человек Но Так Получилось Что Такого Сильного И Крепкого Человека Он Мне Не Дал Но Он Дал Мне Библию И Дал Мне Массу Доказатель Что Библия Является Действительно Его Словом Его Волей Его Желанием И Все Там Все В Этой Библии Я Еще раз Повторяю Каждый Раз Я Просил Его Да Это Так Читай Библию Там Все Есть И Вот Я Начал Читать Библию И Убедился Что Там Очень Много Вещей Которые Для Меня Сложно Исполнять Мне Придется Перестроить Всю Свою Жизнь А Я Не Был К Этому Готов Да Я Убедился Что Бог Есть Это Было Очень Здорово Но Я Не Был Готов Жить И Быть Правильным Христианином И Я Ему Об этом Сказал Опять Я Сказал Господь Что Мне Делать Я Слишком Другой Я Не Был Так Воспитан Я Не Могу Сказать Что Я Был Плохо Воспитан Но Тем Не Менее Я Был По Другому Воспитан Не Так Как Ты Просишь От Меня В Своем Слове И Что Мне Делать И Мне Пришел Ответ Вот О Возрасте Человека О Возрасте Христианина И Я Понял Что Я Пока Еще Младенец И Поэтому Ко Мне Не Предъявляют Такие Жесткие Требования И Вот Радуясь Этому Я Жил Как Младенец И Постепенно Постепенно Я Начал Видеть Что Требования Ко Мне Повышаются Я Сравнивал Свою Жизнь В Семье Когда Требования Ко Мне Начали Повышаться Когда Я Должен Был Это Была Моя Обязанность Выносить Мусорное Ведро Выбивать Ковры Ходить В Магазины Мыть Полы И Даже Участвовать В Мытье Посуды Что Я Все Так И Не Взлюбил Но Тем Не Менее Это Были Мои Обязанности И Я В христианской Жизни Постепенно 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 Я Увидел Что Есть Определенные Требования Которые Я Должен Исполнять В моей Христианской Жизни Но Надо Сказать Что Чем Старше Я Становился Тем Легче Мне Было Это Требование Исполнять Становясь Христианином Уже Зрелым Я Увидел Что Действительно Мне Это Легче И Легче Исполнять Мне Сильным Таким Моментом Было То Что Я Стал Пастором И Я Понял Что Я Должен Быть Образцом Для Других Людей Если Я Буду Говорить И Учить Одному А Жить Совершенно Иначе То Я Буду Неуспешным Пастором Я Буду Неудачником И Мне Бессмысленно Вообще Заниматься Этой Профессией И Поэтому Вот Это Вынуждало Наверное Меня Правильно Поступать Правильно Себе Вести Ограничивать Во многих Вещах И Я Увидел Что Я Начал Меняться И Я Это Вижу По Другим Людям По Тем Людям Которые Становятся Лидерами Которые Становятся Пасторами Служителями В основном Эти люди Начинают Меняться Потому Что Они Осознают Свою Ответственность Точно Так Начинают Меняться Родители У которых Появляются Дети Пока Детей Нет Многие Люди Ведут Себя Очень Ну Плохо Скажем Так Но Когда Появляются Дети То Разумные Опять же Хорошие Родители Они Понимают Что Они Подают Плохой Пример Своим Детям И Начинают Менять Свое Поведение Вот Еще раз Если Они Не Меняют Свои Поведения А просто Скрывают От детей Что Они Все-таки Имеют Недостатки Очень Серьезные Что Они Лицемерят То У них Не Вырастет Скорее Всего Нормальных Детей Дети Это Чувствуют И Обмануть Ребенка Невозможно Ну Можно Обмануть Неделю Месяц Но Уже Год Не Обманешь И Очень Быстро Дети Вычисляют Что Их Родители Лжецы Лицемеры И Они Все Время Обманывают И Раз Родители Это Могут Делать То И Мы Дети Тоже Это Можем Делать И Поэтому У Казалось Бы Внешне Хороших Родителей Вырастают Совершенно Ужасные Дети Лицемеры Лгуны Которые Участвуют В восстании И Так Далее Против Всей Жизни Против Самих Семя И Родителей Разумные Родители Они Это Стараются Соответствовать Тем Учениям Которые Они Говорят Разумные Пасторы И Служители Они Это Понимают И Поэтому Стараются Соответствовать Тому Чему Они Учат И Вот Это Является Очень Сильный Стимул Для Изменений Через Некоторое Время Здесь Чаще В Этом В Такой Последовательности Отношения С Богом У человека Меняются Очень Трудно Сразу Полюбить Бога Я Не знаю Единицы Говорят Что Да Они Сразу Начинают Любить Бога Но Я Вижу Что Большинство Людей Нет Но Постепенно Постепенно Когда Человек Познает Бога Живет С ним И Бог Отвечает На Его Нужды Поддерживает Его Укрепляет В Сердце Опять же Нормального Человека Появляется Благодарность Сначала Благодарность Радость И Затем Любовь Постепенно Приходит Любовь В сердце К Богу И Когда Приходит Любовь То Ты Понимаешь Что Уже Ты Не Хочешь Делать Ничего Плохого Потому Что Тебе Не Хочется Огорчить Твоего Любящего Отца Твоего Иисуса Твоего Брата Тебе Это Очень Неприятно И Более Того Чем Дальше Ты Проникаешься Всем Этим Тем Больше Ты Видишь Что В тебе Начинает Действовать Какая-то Определённая Сила Непонятная Сила Но Из Библии Ты понимаешь Что это Дух Святой Дух Святой Начинает Как бы Руководить Тобой Начинает Вести Тебя Когда ты Делаешь Плохие Поступки Тебе Реально Неприятно Тебе Противно Если ты Солгал Что-то Внутри Тебя Требуют Чтобы Ты Так Не делал И ты Извинился И открыл Правду И так далее Каждый Твой Неправильный Поступок Внутри Тебя Что-то Тебе Постоянно Начинает Говорить Не так Неправильно Ты Делаешь Не так И ты Начинаешь Меняться И ты Начинаешь Если Только Ты Не Как Говорит Библия Жестоковый Жестокосердный Если Ты Послушный Если Ты Чуткий Если Ты Тем Более Любишь Бога И Слушаешь Соответственно Этот Внутренний Голос То Этот Внутренний Голос Становится Действительно Твоим Учителем Наставником И он Ведет И Направляет Тебя И Ты Меняешься Ты Меняешься И Вот Павел Пишет Об этом Стоянии Что Уже Не Ты Живешь Но Иисус Тебе Все Более Становится Приятным Делать То Что Говорит Библия И Неприятным Делать То Что Ты Раньше Делал Я Раньше Называл Это Перерождение Свинки В Кошечку То Есть По Природе Мы Свинки И Нас Все Ремя Тянет В Грязь Нам Все Ремя Хочется Делать Какие-то Грязные Неправильные Поступки От Этого Мы Даже Получаем Удовольствие Мы Обманули Других Людей Классно Я Выиграл А Он Проиграл То Он Потерял Я Получил Я Победитель Он Лузер Но Это Психология Свиньи Извините Меня И Нас Все Ремень Тянет В Грязь И Даже Если Нас Периодически Моют Очищают То Через Некоторое Время Нас Все Рано Тянет В Грязь Вот У Меня Есть Собака Лабрадор И В Принципе Она Очень Чистенькая Она Очень Чистенькая И Редко Лезет В Грязь Но Несколько Раз Я Видел Как Свиньи Начинают В этой Грязи Возиться И Превращаются В таких Жутких Чумазых Созданий И Когда Я Это Увидел Впервые Я Просто Испугался Реально Я Подумал Может Просто Я Хожу На Поводке Со Своей Собакой И Не Даю Ей Купаться В Этой Грязи Поэтому Она Не Купается А Так Я Вижу Как Эти Собаки Прямо Свиньи Самые Настоящие Но К счастью Я Не Знаю С чем Это Связано Моя Собака Практически Не Является Свиньей Ее Невозможно Назвать Кошечкой А вот Кошечку Невозможно Загнать В грязь Она Все Время Будет Царапаться Она Будет Вырываться Она Будет Вылизываться Да Может Быть Повезло То Что Мой Лабрадор Когда Появился Уже Была Кошечка И Очень Смешно Мой Лабрадор Стал В большой Степени Кошечкой Он Вылизывается Постоянно Как кошечка Он Все Вылизывается Когда После Каждого Гуляния Он Вылизывает Все Свои Лапы И Поэтому У нас В доме Всегда Чисто Он Вылизывает Все Свои Места Он Очень Чистенький Ну И Благодаря Тому Что Он Теряет Огромное Количество Шерсти Старая Шерсть Выпадает Новая Появляется У него Всегда Удивительно Чистая Шерсть То есть Он Такая Кошечка Которая Научилась У кошечки Свинка Которая Научилась У кошечки Быть Кошечкой Так Вот В нас В людях Тоже Происходит Такое Перерождение И Мы Постепенно Из свиней Из свинок Ладно Помягче Скажем Превращаемся В кошечек И нам Уже Неприятно Вся эта Грязь Которая Нас Окружает Нам Неприятен Мат Нам Неприятны Все эти Сцены Насилия Нам Неприятны Люди Которые Похваляются Своими Подвигами Распутства Алкоголизма Нам Просто Неприятно Начинает С ними Находиться И Это Говорит О том Что Наша Природа Меняется Постепенно Меняется Под Воздействием Духа Святого И Мы Действительно Становимся Образом Подобием Божьим Который Есть Свет Котором Нет Никакой Тьмы И Мы Становимся Все Лучше И Надо Сказать Что Здесь Нужны Взаимные Усилия Это Не Происходит Само По Себе Не Всегда Происходит Само По Себе Раньше Я Был Уверен Что Это Достаточно Людям Пожить В Духе Святом Послушать Правильные Проповеди Почитать Библию И Он Такой Станет Шоколадный Он Станет Пушистый Беленький И Красивенький Нет Так Увы Не Происходит Бог Почему-то Задумал Это Иначе То есть Человек Рано или Поздно Встречается С Какими-то Вызовами С Какими-то Испытаниями С Какими-то Соблазнами И Человек Должен Сделать Выбор Либо В пользу Соблазна Либо В пользу Иисуса Христа И Вот Это Период Испытания Оказывается Это Абсолютно Существует У каждого Человека Выбор Ему Нужно Постоянно Делать Выбор И Поначалу Человек Делает Неправильный Выбор Но Постепенно Если Дух Святой В нем Работает И Если Человек Еще И Своим Умом Понимает Что Надо Делать Усилия Царство Божие Усилиями Берется То Он Начинает Делать Правильный Выбор И Вот Когда Он Уже Сам Самостоятельно Начинает Делать Правильный Выбор Он Меняется Уже Радикально Потому Что Многие Люди Об этом Говорят И Я Сам Заметил Когда Человек Только Приходит К Богу Происходит Чудо Очень Часто Со Многими Людьми Происходит Чудо Люди Очень Резко Меняются Так Меняются Быстро Радикально Как Было Просто Невозможно Для них Большинство Людей Перестают Ругаться Матом Большинство Людей Перестают Совершать Какие-то Ужасные Плохие Поступки Они Ставятся Добрыми Прекрасными Счастливыми И У них Светятся Лица Но Это Не Значит Что Это Они Изменились Это Значит Что Дух Святой Их Изменил Но Он Меняет Людей На Некоторое Время Чтобы Они Попробовали Пожить Другими Людьми И В надежде Что Это Им Понравится И Вот Если Люди Начинают Это Закреплять И Говорят Да Это Мне Нравится Мне Нравится Быть Кошечкой А не Свиньей И Они Начинают Вести Такую Жизнь То Через Некоторое Время Приходят Испытания Появляются Лужи Появляется Ужасная Еда Появляется Грязь И Самое Главное Что Действие Духа Святого Оно Как бы Ослабевает И Человек Остается Один На Один С Этими Соблазнами И Очень Часто Это Помощь Духа Святого Ослабевает Очень Сильно И Тут Нужно Уже Применить Усилия Иногда Очень Большие Усилия Чтобы Не Упасть Это Очень Сильно Связано И с Алкоголизмом И с Курением И с Наркоманией Первое Время Бог Освобождает Человека И Человеку Кажется Что Это Навсегда Бог Совершил Чудо В Его Жизни Человек Радуется И Говорит Да Все Навсегда Я Теперь Освободился Но Опыт Показывает Что Далеко Не Всегда Наверное В 90% Случаев Да Есть 10% Когда Наверное Бог Окончательно Освобождает Человека От всех Этих Привычек Но Большинство Людей Через Некоторое Время Опять Начинают Испытывать Тягу И К алкоголю И К наркомании И К воровству И К мату И К другим Вещам И Вот Здесь Очень Важно Уже Применить Своё Внутреннее Слово Табу Нельзя 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 И Вот Если Этот Человек Начнет Уже Осознанно Сопротивляться Своим Желаниям То Все Будет Замечательно И Этот Человек Пройдет Этот Этап Испытаний И Попадет Следующий Класс Если Же Нет Если Он Не Будет Сопротивляться Скажет Ну А Почему Мне Не Попробовать Сейчас Выпить А Что В этом Плохого Я Чуть Совсем А Покурить А Уколоться Все Человек Снова Возвращается В свою Зависимость Происходит Так Назоваем Падение Человека И Это Очень Плохо Заканчивается То есть Когда Человек Уже Довольно Долго Является Христианином И Все У него Хорошо И Все У него Замечательно И Он Ни На Кого Не Нервничает Не Раздражается Он Очень Положительный Он Не Ворует Он Честный Порядочный Но Потом Вдруг Приходит Испытание У него Есть Возможность Что-то Украсть И Вроде Б Никто Об Этам Не Узнает Почему Нет Еще раз Потому Что Если Я Совершу Этот Поступок Если Я Совершу Этот Грех Это Преступление То Мгновенно Через Эти Ворота Через Эти Ворота Ринутся Бесы Которые Нас Уничтожат Вот Я Был Преподавателем На Подготовительном Факультете В Воронеже Для Иностранных Граждан И Когда Я туда Поступил Был Еще Совершенно Молодым Нас Предупреждали Ни в коем Случай Не брать Никакие Подарки От Студентов Ну Разумеется Мы Старались Не брать Но Иногда Были Такие Соблазны Какой-то Уж Очень Хороший Красивый Сувенирчик Или Какие-то Деньги И Некоторые Преподаватели Не выдерживали И Брали И Что вы думаете Для чего Студенты Это Они Практически Испытывали Всех Преподавателей С какой Целью Для того Чтобы Сделать Преподавателя Уязвимым И В дальнейшем Они Постоянно Шантажировали Этого Преподавателя Обещая Что Если Тем более Была Так сказать Взяткой Подарок Большой Дорогой Что Они Всем Расскажут Об этом И Поэтому Ставьте Нам Хорошие Оценки Поселите Нас В Хороших Комнатах Делайте Нам Различные Благодеяния И Испуганный Преподаватель Чтобы не потерять Свою работу И тем более Чтобы На него Не вышли Какие-то Компетентные Органы Очень Часто Шел На поводу У таких Студентов Но Что Самое Страшное Когда Этот Студент Заканчивал Учиться У этого Преподавателя Приходили Новые Студенты К нему В группу К этому Преподавателю И Говорили Помните Салема Помните Там Какого-то Еще Студента Он Не Сказал Что Он Дарил Вам Прекрасные Подарки И Вы Ему Стали Хорошие Оценки И Он Попросил Чтобы Вы Сделали То же Самое И Мне Все То есть Преподаватель Оказывался На крючке И Рано или Поздно Он Терял Свою Работу Потому Что Очень Часто Требования Становились Уже Очень Высокими И Все Это Был Конец Так Вот Я Вспомнил Этот Момент Когда Столкнулся С Христианской Жизнью И Я Видел Что Прекрасные Люди Замечательные Люди Подавшись Минутной Слабости Падали И Вся Вся Жизнь Шла Кувырком Потому Что Соответственно В их документах Их Выгоняли С позором В документах Было Написано Из-за чего Их Выгоняли С работы Все Это Было Такое Черная Метка На всю Жизнь И Здесь В христианской Жизни Это То же Самое То есть Если Человек Приоткрывает Дверь Он Говорит Да Подумаешь Да Что Там Это Мелочь В Эту Дырку Сразу Начинают Вбегать Различные Бесы И Атаки На человека Начинаются Со всех Сторон Это Не В одном Месте А Со всех Сторон Его Начинают Бомбить Его Начинают Мучить Его Начинают Преследовать И Проверять На Крепость И Это Очень Тяжело Это Очень Тяжело И Не Все Выдерживают И Многие Падают Многие Возвращаются К обычной Жизни И Их Жизни Потом Не Позавидуешь Это Ужасно Они Действительно Губят Свою Жизнь Вот Такими Слабостями Поэтому Очень Важно Как Говорят Храни Свою Честь С молодым Единый Засолгавший Кто Тебе Поверит Надо Уметь Говорить Нет Надо Уметь Проявлять Твердость Тем Более Что Там Шла Речь О работе В университете На престижной Работе Преподавателем А здесь Речь Идет Уже О твоей Жизни В будущем О всей Твоей Жизни Здесь На земле И в дальнейшем В будущем И оно Того стоит Попросить В конце концов Можно У Бога О крепости О поддержку Чтобы не пасть Оно Того стоит Потому что От этого Зависит Твоя жизнь В вечности В вечности Здесь речь идет О вечном Существовании О вечной Жизни Мы должны Об этом Помнить Это очень важно И я всех Призываю Доверять Богу Отдавать Все в Его руки Благословлять Нашего господа Благодарить Его за все И он Очень Очень Нас поддерживает В этой жизни Поверьте мне Он никогда Не дает Испытаний Больше Тех Которые Мы можем Выдержать Бог Он Милостив Он добр Он любящий Просто Он хочет Нас закалить Он хочет Нас укрепить И он желает Чтобы в Царствие Небесное Вошли Действительно Прекрасные Замечательные Люди Которые будут Пребывать Там Вечно Вместе С ним Мы должны Об этом Помнить Господь Желает Очистить Будущий Мир От всякого Зла От всякой Неправды Он к этому Стремится И мы Должны Ему В этом Помочь Слава Богу Я буду Молиться За всех Вас Чтобы у Вас Получилось И вы Стали В конце Концов Стали Не сразу Постепенно Стали Идеальным Христианином И тем Самым Идеальным Человеком Будьте Благословенны Давайте Прославим Нашего Господа Благословенны 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 Каждый Каждый день На устах Моих Это славное Имя Иисус Я не знаю Имен Другим Лишь Его Я При Возношу Мое Сердце Поет О Нем О Спасителе Дивном Боем Иисус Иисус Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. И когда солнце свет горит, Загревая всю землю теплом, В моем сердце опять звучит, Иисусу царю целом, Царю целом. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему Аллилуйя, Аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела. Я буду петь Ему «Аллилуйя», «Аллилуйя». Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь Ему «Аллилуйя», «Аллилуйя». Я буду славить Господа Христа, Я буду помнить все Его дела, Я буду петь ему, аллилуйя, аллилуйя Я буду славе, господа, кристо Я буду помнить, сеге, воде, луа Я буду петь ему, аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Звучит музыка Своим крылом Сохрани под синою любовь Пусть бушует шторм и громкий мир На туре буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой Бог за мной Найду покой в тебе, Христос Веряю я в могучество твое Пусть бушует шторм и громкий мир На туре буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Найду покой в тебе, Христос Верю я в могучество твое Пусть бушует шторм и громкий мир На туре буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Найду покой в тебе, Христос Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, мой отец и царь над всей землей А сейчас давайте помолимся Господь Всемогущий, я благодарю Тебя за то, что Ты пребывал с нами за то, что Ты вел нас и направлял и Ты дал важные мысли о том, как нам жить, как нам поступать кто мы такие что значит быть христианином что значит быть христианином спасибо Тебе, Господи я убедился много раз что если я исполняю то, что Ты говоришь в слове своем я действительно становлюсь прекрасным человеком чудесным человеком спасибо Тебе за это учение за то, что Ты ведешь и направляешь нас чтобы мы были прекрасными чтобы мы были чудными чтобы мы были удивительными спасибо Тебе, Господи благодарю Тебя за это и я прошу Тебя за всех моих друзей за церковь чтобы каждый человек который прикоснулся к Твоему слову к Тебе изменился, преобразился и стал Твоим образом и подобием благослови нас, Господи благослови будь и Ты благословен во веки дарующий нам жизнь любовь, милость благодать, долготерпение благословен во веки наш Господь слава Богу Отче наш сущий на небесах да светится имя Твое да приидет царствие Твое и да будет воля Твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не введи на свои искушения но избавь нас от лукавого ибо Твое есть царство и сила и слава во веки Аминь И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да пребудут со всеми нами Аминь все кто желает поддержать наше служение у вас есть координаты карточки пожалуйста нам очень нужна ваша помощь и поддержка и молитвенная и финансовая будьте благословены Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok